В Саратовской области растет число беженцев с Украины. По последним данным, организованными группами уже прибыли 1224 человека. А вот количество тех, кто едет в наш регион частным порядком, никто не подсчитывал. Серьезной проблемой для беженцев остается жилье. Если организованные группы размещают в гостиницах и пунктах временного размещения, то одиночкам остается надеяться на помощь неравнодушных местных жителей. Встретиться тем, кто хочет помочь, и тем, кто в ней нуждается, дает возможность информационное агентство «Страна Советов» в рамках акции «Рука помощи». Историю одной такой встречи смотрите в нашем следующем сюжете. Сестры Вера и Надежда наводят уют для совершенно незнакомых людей. Через два часа в этот дом войдут беженцы с Украины. Комнаты пока пустуют, нет мебели. Но сестры-близнецы когда-то сами начинали с нуля и прекрасно понимают чувства новоселов. Для меня было страшно оставаться одной. Я вообще сюда приехала одна с ребенком. Как я поднимала дом, это я помню по себе. И поэтому я рискнула. Кровать и постельное белье – это на первое время. В четырех комнатах будут жить муж, жена и их родственница с ребенком. Здесь есть большая ванная, кухня, газ, свет. Вскоре обещают подвезти воду. В доме не живут три года, но все работает. В селе Ленинское Энгельского района, где находится дом, тоже много плюсов. Работают детский садик и школа, много магазинов, маршрутка до Энгельса. Из бонусов – красивая природа и речка. Когда-то Надежда покупала этот дом для себя, но потом переехала в город. Дать приют беженцам – крик души. Не смогла равнодушно смотреть телесюжеты о том, в какую мясорубку попали мирные жители на Украине. Мы, конечно, его хотели продавать, но раз такое дело, людям деться некуда. Она пока не горит, есть где жить, и поэтому кое-какую посуду собрали. Чем-то поможем, надо будет продукты, купим продукты. Вот на улицу Новую подъехало такси. Вещей немного, несколько сумок. Первыми прибыли молодая пара – Анна и Владимир. На территории России они уже девять дней. Жили у друзей в Энгельсе, но стало тесно. И вот их новый дом. Обошлись без традиционной кошки, на счастье. Гораздо важнее услышать вот такие слова. Что надо, обращайтесь, приходите, я рядом. Не теряйтесь. Меня Вера зовут. Ребятам по 23 года. Анна работала секретарем, Владимир – электриком. Они бежали из Горловки, Донецкой области. Когда возле дома артиллерия стреляет, это ненормально. Поэтому пришлось ехать. Хозяева показывают новоселам участок. Девять соток земли, сараи, домик для кур. Не в идеальном состоянии, но опыт жизни в сельском доме у ребят есть. Уберем, помоем, почистим, обживем. Все нормально будет. Долгосрочных планов украинцы не строят. Но зиму и весну проживут здесь точно. Тем временем россиянам, приютившим у себя беженцев, предлагают выплачивать по 9 тысяч рублей в месяц. Пакет предложений подготовил президентский совет по правам человека. Среди нововведения – автоматическая выдача вида на жительство и разрешение на работу вынужденным переселенцам. А также выплаты россиянам, приютившим их у себя по 9 тысяч рублей ежемесячно. На такую сумму смогут рассчитывать те, у кого проживают не менее трех беженцев. По мнению авторов инициативы, необходимую сумму можно выделить из 3,5 миллиардов рублей, переданных Минрегиону в июле на помощь беженцам. Они должны были пойти на благоустройство пунктов временного размещения беженцев. Но после недавнего заявления ФМС об их закрытии осенью, в Минрегионе затруднились перераспределением средств на другие нужды. Напомним, что ранее уже звучали предложения о том, чтобы компенсировать гражданам, у которых проживают беженцы, оплату ЖКУ.